Привет! Знаете, что хотел спросить у вас? Вот я все думаю, а кто больше виноват? Тот, кто дает приказ? Или тот, кто его исполняет? Ну, речь о преступных, конечно, приказах. Ну вот, к примеру, возьмем сейчас у всех нежные, обостренные... Сейчас у всех нежные, обостренные чувства, поэтому возьмем такой какой-то пример, который бесспорный, да, условно... Карательный немецкий отряд, 42-й год, не знаю, деревня белорусская, например, и приказывают эту деревню уничтожить людей, но сам командир не участвует в уничтожении, он только отдал приказ, а исполняли его солдаты, расстреливали, сжигали, ну, да, всякие бесчинства творили. И вот этот отряд, ну, такой, гипотетическая ситуация, да, попадает в плен. И демократическое советское руководство устраивает суд. И вот вы главный судья. И расстреливать нельзя. Сроки какие? Кто больше, кого вы больше накажете? Исполнителя преступного приказа? То есть не надо как-то тут обсуждать преступный ли это приказ, да? Или того, кто отдал этот преступный приказ? Пишите в комментариях. У меня ответа нет. Нельзя говорить... Давайте такие правила игры, да, нельзя говорить оба виноваты одинаково. Нет, ну, идти подумаем, пофантазируем. Хорошей вам пятнички и выходных. Пока.